Но никакой игры в одни ворота не будет, ни санкции, ни ультиматумы не годятся для того, чтобы пытаться разговаривать с нами и достигать каких-то договоренностей. Единственное, что подчеркну, не надо принимать нашу готовность к диалогу с любым партнером за слабость. Наш президент не так давно подчеркнул в ответ на ультиматумы Запада, что красные линии в отношении с зарубежными партнерами будем определять мы сами. И прежде всего будем отстаивать свои взгляды на мироустройство, на то, как надо развивать международные отношения в полном соответствии, подчеркну, с теми принципами, если хотите, ценностями, которые закреплены не в чьих-то узко согласованных документах, а в уставе Организации Обменных Наций. Не можем игнорировать упорное нежелание наших западных коллег, я бы даже сказал агрессивное нежелание, признавать эту объективную действительность, как она есть. Не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило. Не только Россия, многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах, предпочитают действовать в духе «highly likely». Примеров такого подхода множество, это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога, как способа урегулирования разногласий и размывает возможности дипломатии, как важнейшего инструмента внешней политики. Тем более нерациональным, бесперспективным выглядит то рвение, с которым западные коллеги взялись за продвижение печально известной концепции миропорядка, основанного на правилах. Правила всегда нужны. И напомню, что и устав ООН тоже, по большому счету, свод правил, но правил универсально принятых, согласованных всеми членами международного сообщества, никем не подвергаемыми сомнениями. И это называется международным правом. Устав ООН – основная часть международного права, его фундамент. А наши западные коллеги, когда уходят от использования термина «международное право» и применяют выражение «миропорядок, основанный на правилах», они имеют в виду совсем другое. Они имеют в виду выработку в западноцентричных форматах неких концепций, неких подходов, которые потом выдаются за идеал мультилатерализма, за истину в последней инстанции. Такие действия предпринимаются и в сфере химического оружия, в сфере журналистики, кстати сказать, положения журналистов на международной арене, в сфере кибербезопасности, в сфере международного гуманитарного права. По всем этим вопросам существуют универсальные организации, но наши коллеги, прежде всего в Евросоюзе, а также в Соединенных Штатах, хотят продвигать свою концепцию по каждому из этих направлений. Но на вопрос, почему не делать это в высшей структуре мультилатерализма, в организации Соединенных Наций, ответа ясного нет. Но нам понятно, что, конечно, гораздо сложнее продвигать какие-то свои инициативы, достигать договоренностей в универсальном формате, где есть не только послушные члены западного клуба, но и есть Россия, Китай, Индия, Бразилия, африканские страны. И посмотрим, как вот эта концепция меропорядка, основанного на правилах, будет преломляться в результатах объявленных уже мероприятий, включая так называемый саммит демократии, который президент Байден анонсировал, и те инициативы в сфере мультилатерализма, которые президент Макрон и ряд других европейских лидеров также объявили. И хочу подчеркнуть, вопреки тому, что пытаются нам приписывать на Западе, мы неизменно заинтересованы в прагматичных, взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, включая сам Запад, будь то Соединенные Штаты или их союзники по НАТО или Европейский Союз. Мы продвигаем целую серию инициатив по недопущению полного развала договоренностей и пониманий в сфере раздружения, контроля над вооружениями, нераспространения. После того, как американцы разрушили многие из договоров, например, договор о ракетах средней и меньшей дальности, мы предложили организовать добровольный мораторий на их развертывание, по крайней мере, в Европе. Но, несмотря на предложенные нами механизмы верификации такого моратория, Запад по-прежнему уходит от честного разговора, равно как НАТОвцы уже больше двух лет просто заматывают, забалтывают наши предельно конкретные предложения, которые нацелены на деэскалацию и снижение военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России с Северо-Атлантическим Альянсом. Поэтому мы готовы к работе совместно с любым партнером, но никакой игры в одни ворота не будет, ни санкции, ни ультиматумы не годятся для того, чтобы пытаться разговаривать с нами и достигать каких-то договоренностей. В заключении, процитирую Евгения Максимовича Примакова, «Сильная Россия сегодня не должна ассоциироваться с угрозой стабильности в мире. К выводу об опасности, исходящей от России, может привести только инерционность мышления». Конец цитаты. Россия никогда не будет отворачиваться от своих коренных ценностей, будет верна духовным истокам, своей стабилизирующей роли в международной политике. Поэтому будем и далее делать все необходимое для твердого, но не конфронтационного продвижения наших национальных интересов, налаживания сотрудничества с самым широким кругом государства. И единственное, что подчеркну, не надо принимать нашу готовность к диалогу с любым партнером за слабость. Наш президент не так давно подчеркнул в ответ на ультиматумы Запада, что красные линии в отношениях с зарубежными партнерами будем определять мы сами. И прежде всего будем отстаивать свои взгляды на мироустройство, на то, как надо развивать международные отношения, в полном соответствии, подчеркну, с теми принципами, если хотите, ценностями, которые закреплены не в чьих-то узкосогласованных документах, а в уставе Организации Обменных Наций. Спасибо. Продолжение следует...